Владимир Зеленский Владимир Зеленский По словам президента, Россия была вынуждена отвечать на украинские удары по российским НПЗ в Киеве. Видимо, думали, что в эту игру можно играть одному. Оказалось, что нет. Президент при этом отметил, что зимой по гуманитарным соображениям Россия не атаковала инфраструктурные объекты, чтобы не оставить без энергоснабжения больницы и школы. Но киевский режим доброй воли России не заметил или не захотел замечать под давлением своих заокеанских друзей, поэтому удары будут продолжить. В этике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не носили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. От как у этой ботоксной морды язык повертается говорить о добру волю россиян? Минулої зими вы чемусь про лекарные, садочки и другие социальные учреждения чемусь не думали, потому что вам, на самом деле, всегда начхать на украинцев. Ось Мордан про это постоянно прямо говорит. Смотрите, как русские *** уничтожают, соответственно, гражданскую инфраструктуру, что мы будем кушать, как мы будем греться ночью. Теперь, может быть, в этом причина, я не знаю. Но тут ведь как, до зимы же еще надо дожить. А судя по той скорости, с которой вот выключаются электростанции, подстанции, газовые хранилища, я думаю, что к наступлению нового отопительного сезона отопить придется кизяком. И это не метафора. И это не метафора. У нас, у добрых русских людей, есть один практический вопрос. Насколько наши вооруженные силы далеки вот от того рубежа, за которым на Украине должен наступить блэкаут? Придется выключить для начала, ну что, ну Одесскую атомную электростанцию, она же южноукраинская. А почему, собственно, и нет? А почему, собственно, и нет? Хотя нет, почему? Одесса слишком близко. А Хмельницкий или Ровно? Нет? Мы можем голосование, собственно, объявить, по какому энергоузлу какой атомной электростанции на Украине имеет смысл нанести удар, если, в общем, определенное отрезвление в мозгах Зеленского и его генералов не произойдет. Такие террористичные удары и справді могут продолжаться. Бо, как пишет Washington Post, сейчас окупанти перейшли до новой тактики. На отличие от минулої зими, россияни начали снищивать не лишь электророзподельную мережу, а и саму генерацию электроэнергии. И в этом небезпека. Не лишь потому, что светла не будет. Ударами по ГЭС они могут нас снова затопить. Дальше, что будет? Я думаю, будем делать схему ту же самую, что и в Харькове, потому что Киев и Харьков – это важнейшие узлы производства вооружений, ремонта вооружений, складирования, то есть логистические узлы. По Харькову как было? Мы уничтожали ТЭЦ, уничтожали подстанции. Таким образом, не позволяли перебрасывать в этот район энергию из других, в первую очередь, атомных энергоблоков. То есть, я так понимаю, постепенно выбивая ТЭЦ, ГЭС, и там еще в Ижгороде будут две ГЭС, одна Киевская водохранилища держит, это вот Киевская ГЭС, и вторая там буквально рядышком, она в паре километров, Киевская гидроаккумулирующая электростанция. Вот они вместе, я так понимаю, в ближайшее время, скорее всего, будут атакованы. Потому что уничтожение вот этих двух еще электростанций позволит полностью. Там еще есть на Дарнице ТЭЦ, ее нужно будет выбить. И в целом все, энергетический узел Киева в основном будет погашен. Дальше выбиваются подстанции от Ровенской, Хмельницкой АЭС. Все, и тогда ситуация Харькова повторится и для Киева. Вот видите, они в прямом эфире рассказывают, какие объекты атакуют и будут атаковать. А потом в том же эфире говорят, что это мы на ТЭЦ ТЭЦ просто шины подпалили. Мерзотники. Они, Укрорейх, сообщают о том, что она уничтожена полностью и, значит, восстановлению не подлежит или, в общем, непонятно, когда подлежит. Ну, в общем, то, что называется, воют. Я уже много раз говорил и повторю еще раз, что в условиях войны военная хитрость, военную хитрость никто не отменял. И каждый раз, когда мы что-то поражаем и они воют, что мы это все разнесли в куски, у них же две крайности. Первое, что они все сбили. И второе, что мы разнесли все в щепки. Правда, всегда где-то посередине. Я уже говорил, и я знаю, это не понаслышке, что вам на многих таких объектах в Укрорейхе уже заготовлены горы использованных покрышек, которые они в случае чего поджигают. И горит все очень убедительно. И, ну, как бы ощущение, что все карауло. А знаете, еще яку брехню вливают у вуха путинистам? Мовляв, удари кинжалами, цирконами та будь-якими іншими ракетами взагалі не несут ніякої шкоди цивильным. И украинцы від них навіть не ховаются. Что удары всегда достигают своей цели. И если брать в целом видео с украинского сегмента, где обычные граждане снимают моменты прилетов наших гираний, наших кинжалов и всего остального, то можно смело видеть, что люди идут смело по улице, что люди не боятся, что люди не прижимают головы, не жмутся к стене. Что говорит о том, как раз, что простые граждане Украины четко знают, что наши удары наносятся туда, куда надо, и простые граждане не пострадают. Наши, скажем, удары носят высокоточный характер. Нет фактов гибели гражданского населения либо отдельных медных граждан. Таким образом, мы решаем чисто военно-прикладную задачу. Что касается ударов, это в самом деле хирургическая работа, хирургически точная, хирургически сложная. В самом деле мы анализировали, пытались обсуждать перед программой, но нет ни одного сообщения о потерях среди мирного гражданского населения. То есть точечно уничтожаются инфраструктурные объекты, которые враг, по прошествии двух лет войны, мы можем говорить уже об этом открыто, используют в качестве топлива для этой войны. Мы должны врага вынудить остановиться. Мы его вынуждаем. Мирные при этом не погибают. Мирные не погибают? Моніторингова миссия ООН «Справ людини» подтвердила, что лишь в березне этого года вами было убито або поранено щонайменше 600 мирных граждан. А это на 20% больше, чем в лютому 2024 году. И все это через российские бомбардувания. Насправді, мета таких ударов проста – деморализовать наше общество и схилить нас до капитуляции. Это и возмездие, как это говорит наше Министерство обороны, что это и стремление показать, что мы реально можем, если беремся по-настоящему. Вот раньше не били, а вот сейчас ударили. И, возможно, мы это сделали потому, что вот эти варварские атаки и на Белгород, и теракт в центре Москвы – все это может подталкивать к таким решениям. Но мне кажется, что ответ все-таки не там. А ответ в том, что меняется понимание того, как правильно выиграть эту драку. Эту большую, серьезную, если хотите, сакральную драку, в которой сегодня втянуты все, весь мир. Вот та стратегия и тактика, которая сегодня выбирается и усиливается, ну, если хотите, сейчас я предложу термин, он, может быть, неудачен будет. Это тактика такой тотальной сдачи. Противник должен сдаться. Мне кажется, что эти решения, они направлены на то, чтобы вот этот ухиник, как в целом единица экономическая, финансовая, политическая, военная, он должен прийти в такое состояние, когда потеряет способность к сопротивлению. И это сбережет в том числе жизни тех ребят, которые находятся сейчас на поле боя. Мне кажется, это главное в данной стратегии. И поэтому нужно сделать все, чтобы эта машина перестала функционировать. Украина. Год назад она была на пике получения военной помощи Запада. Это касалось средств ПВО, это касалось средств радиоэлектронной борьбы, это касалось большого количества вещей, которые затрудняли эффективное поражение тех самых объектов, которые мы видим сейчас. Запад в этом плане, кстати, точно так же нам помогает. Это именно западная пресса, ведь говорит о том, что количество, например, ракет для, условно, Патриот, которые есть у Украины, настолько осталось минимальным, А вы ей верите? Тут, смотрите, я, может быть, тоже не верю, но... Она вся заряжена под то, чтобы раскручивать этот Конгресс на выделение денег. Ну вот, сейчас еще один момент. Но с другой стороны, абсолютно очевидно, что если бы действительно Украина уж просто разламывалась и трещала от количества этих Патриот, наверное, то, что мы сейчас наблюдаем, мы бы не увидели. Ну, по крайней мере, не в том объеме. Справедливо. Ну и третий момент, очень важный, такой дипломатическо-идеологический. Так. Вот, собственно, Артем Григорьевич, опять вам спасибо. Я ждал, что вы с него начнете, если честно. Что вы сказали про Конгресс. Да. Смотрите, наверное, лучшего момента для масштабного уничтожения критической инфраструктуры для Украины не найти. Вы правы, абсолютно, Артем Григорьевич. У меня тоже, ну, как у человека эмоционального, постоянно возникает вопрос. Почему мы делаем в ответ? Зачем нам нужно ждать обстрелов Белгорода? Зачем нам нужно ждать атаки на наши НПЗ? Зачем нам нужно ждать терактов, чтобы делать что-то в ответ? И здесь, ну, простое объяснение, к сожалению. Очень интересно, кстати, как вы справляетесь с этими эмоциями. Оно называется большая политика. К сожалению, та стратегия, которая, собственно, выбрана нашей страной, опять же, не знаю, к сожалению или к счастью, она позволяет вот то, что мы делаем планомерно на Украине, делать не просто с минимальными, уж простите за это слово, достаточно цинично, но тем не менее имиджевыми издержками перед нашими настоящими партнерами, перед теми, кто понимает, какие у нас цели. И в этом смысле вот такой полномасштабный ответ никогда не вызовет вопросов у Китая, у Индии, у других стран условно нейтральных. Именно поэтому, когда я говорил про структуру момента, то, что мы сейчас наблюдаем, идеальный вариант. Эмоционально я бы очень хотел, чтобы все было вынесено, конечно, там, в первые месяцы средств специальной военной операции. То, что сказал не Бензи про капитуляцию Киева, на мой взгляд, говорит о том, что то, что мы наблюдаем, в скором времени мы увидим еще раз. Насправді, ось такими розмовами про помсту чи відплату за якісь дії Силу оборони України, Кремль намагається вдати з себе не агресора, а жертву, апелює до справедливості та намагається сформувати негативне ставлення до України у цих самих країн глобального півдня. Та варто розуміти, що кожен акт чи кампанія терору Росії сплановані заздалегідь і ніколи не є імпульсивною реакцією на якісь наші дії. Бо саме Росія почала війну проти України. І російські атаки триватимуть незалежно від того, чи атакуватимуть сили оборони України об'єкти на території РФ, чи ні. Виправдання ворог собі завжди знайде. Ми несем мир, созидання, в отличие от режиму Зеленского, ну, который сьогодні опять выступил з терористическими призывами і обещаннями ударить по Кримському мосту, в чистом виде, это, конечно, международный терроризм. Бо Кримський міст – це законна воєнна ціль. Крім цієї конструкції з законними воєнними цілями є й інші об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, аеродроми, з яких злітають літаки, якими бомблять Україну. І я вже мовчу, що вони розташовані на нашій території. Щодо російських ударів, то расистам так і не вдається зламати волю українського народу. Ми не здаємося і не здамося. Тож тепер такими атаками вони вирішили хоча б схилити нас до переговорів. Але якщо переговори і будуть, то тільки на умовах України. Наші дипломати і президент зараз активно цим займаються. І Кремлю це ой як не подобається. Опеределилися з датами мирного швейцарського срамита на Україну, который вони там собирають, так сказати, в Швейцарії в начале іюня. Але мене що удивляє? Там написано так, значит. Виступила, значит, я специально виписал, глава МИД в Швейцарії. Ні один мирний процес не може бути возможен без России. К якого ви там собираєтесь? Ну, це, понимаєте, це що з трансами, що з цими міністерствами іностранних дел западних, у них примерно так все. Невозможен. А ми соберемось і будемо обсуждати мирні процеси без... Блин, ну поразительно просто, поразительно. Там із странностей Швейцарія, як нейтральне государство, предлагає свої услуги Москве і Україна для переговорів, приємно забуваєш, що Швейцарія більше не є нейтральна країна, ввиду того, що санкції она ввела проти России. Ну, наскільки я понимаю, план їх примерно следующий. Іспользувати цю швейцарську конференцію для того, щоб відбинуть Россію ультиматум. Вони западом разработали її. Тепер говорять, давайте ми страну глобального юга підключимо. Вместе все, Россия, такой ультиматум. А може бать, цей ультиматум дуже понадобиться просто для становки боєвих действий, і якщо к цьому часу, к середньому іюню, буде, може, більш серйозне наступлення армии России, як дуже багато прогнозують і у нас, і у них, найголовніше. Ось такий підключить страну цього глобального юга і від імени всіх ультиматуму. Ми, звісно, проти всього цього і говоримо, що ми на це не підемемо. Як ви знаєте, у нас возникла тема астамбульських договорівностей. Там, в чому її суть главная, астамбульських договорівностей. Происходит демилитаризація України. Т.е. для української армии вводяться ремито вооружений. Т.е. вот це то, що їм поставили, все, да, 80% уберіть і прочь із України. А о чому не договорились в тамгольських соглашеннях, так це в тому, що, значить, ми говоримо, що ці гарантии безопасності України работають, якщо Україна виведе все це вооруження, а Київ говорить, ні, давайте вони будуть працювати, навіть якщо ми не виведемо це вооруження. Говоримо, ні, ні, ні. Якщо ви не вивели, то ми ніяких гарантий вам не даємо. От насчут цього тоді не договорились, зараз ми пропонували свою повістку. Це Путін знову захотів стамбульських домовленостей, бо йому дуже потрібна пауза. Тому їх так активно і просувають російські медіа, і навіть Лукашенко. Ще одне важливе заявлення, яке сделал Путін по итогам встречи з президентом Беларуси і Лукашенко, касалося мирних переговорів з Києвом. Якщо коротко, то ніяких бредових формул Зеленського в Швейцарії, куди Запад зазиває Москву, Росія обсуждать, конечно, не стане. Єдинний формат, який возможен, це возобновлення стамбульського договору з Києвом. Правда, цей формат, як сказав Путін, Україна два роки назад выбросила в помойку. Тоді Москва відвела війська від Києва, щоб закріпити договоренності ключовим пунктом. Тоді був нейтральний і внеблоковий статус з Україною. Путін ще раз сказав, що конструктивному диалогу Росія готова по-прежнему, але не позволить себе що-либо нав'язати. Поврема встречи глава Беларуси Лукашенко теж напомнил, як стамбульські переговори сорвал Борис Джонсом. Насправді, не Джонсон їх зірвав. На російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому-березні 22-го року не було досягнуто прийнятного для сторіни результату. Москва схиляла Київ до капітуляції. Сили оборони, які зупинили окупантів та гвалтівників під Києвом, позбавили українських дипломатів від необхідності піддаватися російському диктату. А жахливі знахідки у Бучі та в інших визволених містах продемонстрували, що трапляється там, де зупиняються бойові дії і починається російська окупація. Зараз Кремль не відмовився від своїх планів і хоче виконання його лише умов. Це не переговорна позиція. Це ультиматум. А лягати під Путіна ми не будемо. Наші вимоги прості і давно усім відомі. Ще раз. Відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Зеленський виходить окончательно з бренділ і пусть катиться к чорту з переговорами на таких і**ть условіях. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось! Дякую! Дякую!